Нейробиологи Канады К основным признакам относят чрезмерную утомляемость, нарушение зрения, равновесие, ощущение слабости и тяжести в области ног, а также резкие перепады настроения. Причиной рассеянного склероза может стать сбой в работе иммунной системы человека, а также воспалительные процессы, нарушение кровообращения, проблемы с обменом веществ, возрастные изменения в организме. О том, как не допустить развитие рассеянного склероза, о профилактике, мы попросим рассказать нашу гостю, врача-невролога Центральной клинической больницы, профессора Ирину Смоленцеву. Доброе утро, Евгенгенович. Спасибо, что приехали. В принципе, Илона сейчас сказала, что является причинами. Вот все-таки так ли это и как не допустить? Какова должна быть профилактика? Ну, рассеянный склероз – это аутоиммунное заболевание, и, к сожалению, какой-то либо профилактики при этом заболевания не существует. Есть развитие, происходит с помощью различных факторов. Это и генетическая предрасположенность, и вирусные частые инфекции, которые являются пусковым механизмом. Это особенности проживания в молодом возрасте, это холодный и влажный климат, это безбелковая диета, и другие дополнительные факторы. То есть это такая, в общем, все очень серьезная. Вы сказали про генетическую предрасположенность. Это значит, что рассеянный склероз может передаваться на наследство? Ну, в какой-то степени да. Чтобы сказать, что это прямо все семейные случаи, они редки, но генетическая предрасположенность есть. А вообще, вот это, как сказать, понятно, что это достаточно серьезное заболевание. То есть знают ли врачи сегодня природу этого заболевания? Ну, природа достаточно сложна, потому что раньше... Что происходит с нашим мозгом? Происходит домилинизация, то есть это гибель как раз вот миелина, которая у нас защищает клетку, и идет разрушение его. А с течением болезни присоединяется нейродегенеративный процесс, поэтому природа, она изучается до сих пор. То есть это очень достаточно сложное. Все, что связано с мозгом, все, в общем-то, непросто. Илона говорила о том, что больше как-то подвержены женщины. Да, да. По данным эпидемиологических исследований, да. Почему? Особенность организма? Ну, наверное, в какой-то степени, да. То есть, ну, скажем так, мужчинам в этом плане проще? Ну, чуть-чуть проще. Ненамного, то есть обольщаться не стоит. Хорошо. Как выявить, как понять, как диагностировать? Сложно ли это выявляется, заболевание? Это заболевание в какой-то степени сложно выявляется. Какие могут быть симптомы? Это нарушение зрения, цвета, ощущения. Это могут быть слабость в конечностях. Это может быть нарушение ходьбы, это может быть дрожание. С этими симптомами необходимо как можно раньше обратиться. И дополнительные методы исследования, данная нейровизуализация и течение заболевания подтвердит этот диагноз. Ну, я так думаю, что какими-то народными средствами тут точно совершенно не поможешь. Нет. Это очень всё серьёзно. Как можно раньше обращаться, нужно и начать лечить. И у меня ещё к вам такой последний вопрос. Существуют различные виды склероза, мы об этом знаем. Какой из них самый опасный и чем это всё чревато? Ну, вот если мы говорим о рассеянном, склерозе он один. В неврологии, в общем, есть ещё другое заболевание тоже, которое называется склероз. Но это, ну, здесь вопрос так очень, ну, как бы, мини-корректный, потому что склерозы... Да, да, да. Я вас понял. Спасибо большое. Но самое главное, что лучше в любом случае не болеть и следить за своим здоровьем. И как можно раньше обратиться к специалисту. Спасибо вам большое, Ирина Смоленцева, врач-невролог Центральной клинической больницы. Профессор была у нас сегодня в студии.